Вандалы осквернили древнюю армянскую обсерваторию Караунд в кавычках, расположенную в Сюникской области нынешней Армении. Хулиганы при помощи розовой краски нанесли на древний памятник различные символы. Отметим, что армянская лженаука пытается представить данный памятник как армянский стаунхендж, однако никакого отношения к истории Армении и армянского этноса он не имеет. По словам азербайджанского историка, главы Центра Истории Кавказа Резвана Гусейнова, если посмотреть данные переписи населения этих мест царско-русского периода, можно увидеть, что все топонимы в данной местности исключительно азербайджанские, названия крепостей и населенных пунктов. Да и само название Караунд в оригинале не имеет ничего общего с армянским произношением, отметил ранее нашему сайту историк. А тюркское, то есть историческое название комплекса, выдаваемого за армянский стаунхендж, Гошундаш, что означает «войсковые камни». Что касается обсерватории, то эту версию опровергли и сами армянские ученые, призвавшие оградить школу и культуру от уже научного патриотизма. На самом деле обсерватория представляет собой курганные захоронения, характерные для тюркской традиции. В некотором смысле памятнику повезло, в кавычках, что армяне, занявшие древний азербайджанский Зангизур, решили посчитать комплекс Гошундаш армянским стаунхенджем. Иначе его ждала бы участь многих тысяч других памятников истории и культуры азербайджанского народа, сравненных в соседней стране с землей. В газете «Голос Армении» было опубликовано письмо ряда армянских ученых, которые подали голос против фактов невероятных фальсификаций истории тех территорий, которые занимает нынешняя Армения. Данное письмо, содержание которого можно назвать настоящим криком души. Перед нами учебник четвертого класса на армянском языке. А. Авсибян, Г. Аванесян, Н. Таганян, Л. Авагян, Я и окружающий мир, утвержденный Министерством образования и науки. 2015 год. Урок 50. Цветная фотография обсерватория Караунд. Читаем о древних обсерваториях, сохранившихся на армянском Нагорье, на той же странице, радиооптический телескоп нового типа, расположенный на Арагатце, автором которого является выдающийся ученый Парис Геруни. Не раз отмечалось в прессе, что утверждение Геруни об уникальности как обсерватории Караунд, представляемой уже армянским Стоунхенджем РЭД. Так и радиооптического телескопа не имеют ничего общего с истинной наукой. Повторимся, древний памятник Зороцкарер не имеет никакого отношения к селу Караунд, расположенному даже не вблизи памятника. На данный момент нет никакого основания утверждать, что камни памятника воздвигнуты с астрономическо-календарными целями, а проведенные археологические раскопки убедительно отвергли возраст памятника, якобы рассчитанной Геруни, отверстия же имеются и на других камнях, найденных как там, так и в других местах. Телескопом Геруни никогда не были получены какие-либо научные результаты, которые могли бы быть опубликованы в научных журналах, а в проекте самого телескопа нарушены элементарные научные принципы. Однако представление уже науки под прикрытием патриотизма недопустимо, особенно в школе, так как приведет к необоснованному комплексу уникальности и в итоге сделает уязвимыми нашу культуру и науку. Призываем Министерство образования и науки и культуры применить самые решительные меры, чтобы оградить нашу школу и культуру от лженаучного патриотизма. Просто невообразимо, что в 21 веке подобные нелепости могут оказаться фактически терпимыми официально, пишут авторы письма. Тревогу армянских ученых можно понять. Необоснованный комплекс уникальности и так уже усложнил жизнь армянскому народу и превратил историческую науку в анекдот. Болезненная мания приписать армянству все достижения человечества, как в материальной, так и в духовной сфере, со стороны всегда смотрелись не иначе как медицинский диагноз. Однако армянские научные круги прежде старались этого не замечать, строя всю свою деятельность на фальсификациях и используя для этого просто невероятные по откровенности подлога средства и приемы. И вот когда концентрация лжи стала уже непереносимой даже для самих армян, в Ереване зазвучали голоса, призывающие остановиться. Фактически, мы становимся свидетелями того, как сами же представители армянской науки признаются в ее лживости, сказал в беседе с Дэй. Ас-директор Центра Истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека Нана Резван Гусейнов. На сегодня размер фальсификаций, перекочевавших в школьные учебники, в разы превысил объем фальсификаций в научных кругах. Поэтому даже сами авторы этих фальсификаций были поражены тем, какие масштабы эта ложь, над которой смеется весь мир, принимает. В конце 90-х годов сюда было организовано несколько экспедиций, возглавляемых тем самым Геруни, которая упоминается в письме армянских ученых. Экспедиция занималась тем, что подтасовывала факты. Геруни является автором фальшивки об армянском Стаунхенджа. Якобы, в этой местности расположена древняя обсерватория, некий доисторический телескоп. Геруни передал эту ложь в виде научных трудов, которая была переработана и в конце концов включена в школьные учебники. Теперь группа ученых, возмущенная масштабом лжи, требует удалить ее из школьных учебников и спасти молодежь от нездорового комплекса уникальности. Не поздно ли? Кстати, село Караунд или Карахундж, было в 2004 году переименовано в Зороцкарер, чтобы подогнать под миф о наличии здесь каких-то астрономических древних памятников. Отметим, что далеко не все деятели науки Армении свято верят в фальшивую историографию или работают на нее. Многие ученые и политики и общественные деятели понимают масштаб этого национального позора, но не могут говорить об этом вслух. Потому что это, вопрос национальной безопасности и самого существования территориального образования под названием Армения в целом. До сих пор оно поддерживалось лжеисторией и верой в ту самую свою уникальность и мессианскую роль. Страшно представить, что произойдет, когда миф будет разрушен. Продолжение следует...